Оригинальное видео на английском языке находится на YouTube-канале ReaperMania. Не забывайте поддержать автора, Кенни Джоя. Подписывайтесь на его канал, ставьте лайки и следите за обновлениями. Перевёл и озвучил Спейсманки, канал Reaper5 Russia. Уроки по Reaper5 с Кенни Джоя. Урок 25. Медиа-эксплорер. Сегодня речь пойдёт о медиа-эксплорере. Или в некоторых русских переводах библиотеки-медиа. Чтобы открыть его, надо зайти в меню Вид, View. Также предусмотрены сочетания клавиш Alt плюс Ctrl плюс X на ПК, Option плюс Command плюс X на Маке. Выберем, и он откроется внизу экрана. Сейчас он закреплён на основном экране, но это не обязательно. Можем сдвинуть проводник, куда захотим. Теперь это отдельное окно. Ну а мы закрепим его снова. Так будет удобнее работать с ним и с проектом одновременно. Одна из функций эксплорера — добавлять медиа-айтемы в проект, например, видео, аудио или даже миди-айтемы. Знаю, мы можем делать это прямо из директории, просто перетаскивая файлы. Но эксплорер имеет гораздо больший функционал. Тем более, его так легко открыть и закрыть. Рассмотрим поближе его работу. Если мы откроем директорию Desktop, папку Sound Library, то найдём там множество файлов с аудио. Если мне надо добавить их в проект, то отсюда мы сделаем это легко и быстро. Правый клик, выбираем Make Database from Folder, создать базу данных из папки. Эта команда создаёт базу данных со всеми айтемами. Всё, что там есть, будет в списке. Можно вводить значение фильтра и искать нужные айтемы. Ввели кик, и все кики показались. Снейр. Остались только звуки малого. Нам не обязательно иметь базу данных. Давайте удалим её. Можно просто сделать шорткат, ярлык. Правый клик на папке, выбираем Add to Shortcut List, добавить в список быстрого доступа. Это переместило папку вот сюда. Мы получаем лёгкий доступ к нашим папкам и под папкам. Но даже используя шорткаты, мы можем искать в фильтре. Снова вводим Kick, и все звуки бочки появились. Плюс одноимённые папки. Выбор ваш. Использовать папку как Database, базу данных, или Shortcut, ярлык быстрого доступа. Можно сделать их сколько угодно. Удалить их тоже можно легко. Правый клик, выбрать Remove. Вернём назад в Shortcut. Давайте разыщем звук, который вы хотите добавить в проект. Заходим в папку. В ней несколько звуков. Выберите, нажмите Play и услышите содержимое. Можно также выбрать автовоспроизведение. Файл будет проигрываться сразу при выборе. В итоге слышим содержимое. Можно зациклить фрагмент вот здесь. Теперь он будет воспроизводиться снова и снова. Внизу кнопка Routing. Она отвечает за канал, через который звучат фрагменты. По дефолту стоят главные выходы звуковой карты. Но мы можем назначить наушники или другие доступные выходы. А вот здесь, вверху, классная опция Play through selected track. Играть через выбранный трек. Сейчас покажу, как работает. Создаем новый трек. Повесим на него эффект. Например, ResFilter. И допустим, вы хотите прослушать звук с этим эффектом. Например, вы точно знаете, что трек должен быть обработан ревером, дилеем или даже этим фильтром. Теперь можно прослушать звук с эффектами, всего лишь выбирая его, а не добавляя в проект. Выбираем трек. Кнопка Routing. И выбираем Play through selected track. При воспроизведении звука он будет проходить всю обработку на треке. Спанорамируем влево. Прозвучит слева. Классная возможность, если мы знаем, что придется обрабатывать звуки каким-то эффектом, ведь теперь выбор можно делать на основе звучания. Удалим трек. И переключим выход на главный. Можно отредактировать уровень громкости прослушивания вот этим фейдером. Но это только для прослушивания. Он не влияет на громкость при добавлении звука в проект. Вот здесь опция Tempo Match Off. Совпадение темпа. В нашем случае звуки представлены лупами. И программа подгонит их под темп проекта, растянув или сжав. Иначе просто не будет звучать как надо. Переключим опцию в режим On. И луп звучит вот так. Быстрее, чем оригинал. Если выберем Tempo Match Half, то луп перейдет в половинный темп Half Time. Можем, наоборот, переключить в Double Time. Гибкие настройки. Если опция включена, при добавлении звука в проект, он будет в темпе. Давайте импортируем звук. Есть несколько способов. Правый клик на нем. Опция Insert into Project on a New Track. Вставить в проект на новый трек. Но сначала поместим курсор точно по сетке. На такт 2. Знакомое действие. Правый клик. Нужная опция. И луп появился на новом треке. Четко на такте 2. Прослушаем. Все четко в темпе. Потому что мы выбрали вот эту опцию. Есть еще несколько способов импортировать звуки. Удалим это. Можем перетаскивать звуки прямо из этого окна на панель треков. Тоже создается новый трек, но файл помещается в начало проекта. Также можно добавлять файлы на уже существующие треки. Перетаскиваем на дорожку. Отпускаем кнопку. Файл разместился на предварительно созданном треке. Также можно перетаскивать файлы прямо на дорожку, даже без созданного трека. Там, где мы отпустим кнопку, там он и расположится. Но мой любимый способ — это двойной клик. Ставим курсор куда надо, двойной клик, и все произошло. Если вы заметили, трекам, которые создаются, автоматически присваиваются имена, зависящие от имени импортируемого файла. Этот трек называется Drum Beat, так как файл назывался Drum Beat. Еще можно менять питч, высоту тона. Удалим этот трек. И, допустим, нам надо изменить сэмпл кика. Выбираем нужный звук. Давайте вот этот выберем. Звук показался нам слишком низким. И вот здесь мы можем его править. Причем в широких пределах. При импорте в проект, питч сохранит изменения и будет звучать выше. Прослушаем. Заметьте, скорость Rate тоже изменилась, потому что мы случайно оставили вот эту опцию включенной — Tempo Match On. Но в этом нет большой проблемы. Все, что мы импортируем, питч, рейт и другое, можно изменить в свойствах айтема. Двойной клик на айтеме. Вот видим питч. А вот скорость воспроизведения — Playback Rate. Возвращаем в ноль. Питч оставляем. Теперь сэмпл звучит на той же высоте, но не растянут во времени. Можем снова поменять питч. Например, сделаем 4. Все, что мы делаем здесь, — это неразрушающее редактирование. Можно всегда вернуться к первоначальному варианту. Удалим. Еще одно преимущество использования Media Explorer, кроме простоты перетаскивания файлов, это то, что мы можем импортировать только часть аудио или видео файла. Зайдем обратно в лупы и выберем пианино. Прослушаем. Фраза слишком длинная. Но, допустим, мы хотим использовать только первую часть и закольцевать ее. Можно сделать это в Media Explorer. Выбираем нужный звук. Подрезаем под нужный размер. Проверим, чтобы был включен луп. Слишком коротко передвинем. Приблизим и выставим идеальную границу. Выбираем идеальную границу. Луп получился четкий, но короче, чем исходный файл. Так что мы перетаскиваем только нужную часть на дорожку и помещаем ее на начало такта. Импортировалась только она. Зацикливание по умолчанию включено, так что растянем айтем и увидим, что зациклилась только выбранная область. Луп не включает вот эту часть файла, а только первую часть. Замутируем несколько треков, чтобы лучше слышать пианино. Теперь в нашем распоряжении только половина фразы. Вот это. Этот прием круто сработает, когда надо из одного аудио вытянуть несколько сэмплов. Нет надобности добавлять его весь. Открываете это окно и перетаскиваете то, что нужно. Это также удобнее, чем добавлять файла из директорий. Вот так работает Мидиэксплорер в Reaper. Едем дальше.